МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Тяжело не значит невозможно. В регионе в 2016 году будет запущена первая установка на новом месторождении тяжелой нефти. Вернут из забытья. Кто займется восстановлением спорткомплекса «Орбита»? Театральное закулисье. Воспитанники Центра помощи для детей-сирот познакомились с изнанкой театра. 30 новых скважин для добычи нефти планируется разработать в Самарской области. Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Самарской области с генеральным директором компании «Ритек». В Самарском регионе уникальная ситуация, где одна скважина соответствует одному месторождению, а значит, освоить его можно в короткие сроки. Кроме того, около 60 миллионов тонн составляют запасы тяжелой нефти в северных районах Самарской области, добыча которой ведется по другой технологии. В середине этого года планируется ввести в эксплуатацию первую установку по добыче такого сырья. В этом году начнется и строительство комплекса по переработке попутного газа. «Она по себе уникальная нефть, и есть заниматься очень глубокой переработкой. Там очень много редкоземельных металлов. Они очень дорогие. Это совершенно другой уровень технологической дисциплины. Это другая технология подготовки, переработки нефти. С нашим самарским институтом общались, как они мне там презентацию делали, мы оговаривали эту тему». Компания «Ритек» – один из крупнейших налогоплательщиков Самарской области. Николай Меркушкин и Николай Николаев обсудили и социальную политику компании. В прошлом году на благотворительность и строительство социальных объектов компания направила больше 230 миллионов рублей. Одним из проектов, который поддержала компания «Ритек» стало строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной «Победа» в селе Кошки. Решается судьба «Орбиты». Пустующий спортивный комплекс будут возвращать к жизни. Спортзалы «Орбиты» всегда пользовались популярностью и сейчас планируют вернуть им былую славу. В каком состоянии помещение сейчас проинспектировала Марина Матвеевшина. Больше спорта в промышленный район. Спортивный комплекс 50-х годов постройки. «Орбита» вдохнут новую жизнь. Приходящее в упадок здание городские власти планируют восстановить. Пользовался он популярностью. Я еще работал начальником цеха на заводе «Фрунзе». Мы здесь занимались спортом. Значит, среда, пятница и понедельник. В здании раньше базировалась детско-юношеская спортивная школа ЦСКА ВВС. В 90-х годах здание передали на баланс муниципалитета. Но из занимания властей «Орбита» выпала. Маломальские здесь порядок поддерживают, но заниматься детям в этих помещениях нельзя. Залы не выдерживают никаких санитарных норм. В безлежащих домах проживает более 9 тысяч подростков. И спортивный клуб им будет очень кстати. В прошлом году у нас наметился рост преступности среди несовершеннолетних. И открытие вот таких сооружений спортивных, их воссоздание, их реконструкция должны повлиять на то, чтобы стабилизировать рост правонарушений среди этой категории населения. Для нас, конечно, это крайне важно. Ну и сам спорт – это здоровая альтернатива всем антисоциальным проявлениям, которые есть в обществе. Предварительный осмотр помещений показывает необходимой экспертизы несущих конструкций и ремонт. Потенциал будущего комплекса весьма широк. При восстановлении данного комплекса для наших детско-спортивных школ появится новая возможность, где можно повышать свое мастерство, повышать свои результаты. И поэтому для тех детей, которые занимаются у нас в наших профильных школах, это и баскетбол, и волейбол, и футбол, естественно, для них это будет большой праздник и большой виток нового развития. Судьба «Орбита» решится в ближайшие дни. Этот вопрос городские власти обсудят вместе с депутатами Райсовета и Общественного совета промышленного района. Валерия Макарова, Марина Матвейшина, Артем Сулайманов. События. Вопрос о границах избирательных округов вызвал немало споров на пленарном заседании в Губернской думе. Так называемая «нарезка округов» меняется впервые за последние 20 лет. Не все депутаты изменения поддерживают, однако равнодушным уж точно никто не остался. Что изменится с принятием новой схемы, узнала Валерия Макарова. Вопрос номер 17 в повестке заседания оказался камнем преткновения для областных депутатов. Изменения в схеме избирательных округов парламентарии горячо обсуждают последние несколько недель. Сегодня на пленарном заседании в Губернской думе расставлены точки над «и». Число округов остается прежним – 25. Изменились их границы и состав. Так одним округом становятся Шигонские и Ставропольские районы, хотя они разделены Куйбышевским водохранилищем. Председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев считает, новая схема дает преимущество кандидатам на грядущих выборах в областной парламент. Заведомо убирается такой ресурс, как узнаваемость. То есть новому кандидату и действующему кандидату-депутату придется практически на равных условиях действительно работать в округе. Поэтому, конечно, это вызывает у некоторых негатив. Изменить границы округов потребовалось, чтобы уравновесить число избирателей. По сравнению с 2011 годом их стало меньше почти на 60 тысяч человек. В ходе обсуждения новой схемы предложено было больше 20 поправок, большинство из которых приняли. Против новой нарезки выступили фракции ЛДПР и «Справедливая Россия». Представители КПР в знак протеста покинули зал заседаний. Тем не менее, новую схему округов парламент утвердил большинством голосов. Значит, те предложения и та аргументация, которая была озвучена нашими другими партиями, парламентскими партиями, значит, они не совсем были аргументированы для основной части депутатского корпуса. Из 36 присутствовавших за проголосовал 31 депутат против 4. Действовать новая схема избирательных округов будет в ближайшие 10 лет. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, События. 40 тысяч квадратных метров самарских дорог планируют привести в порядок с помощью литой асфальтобетонной смеси. Это срочные меры. Первыми в списке на ремонт стали улицы Революционная, Советская армия и Ракитовское шоссе. Там работы уже производятся. Оставшиеся участки, не отвечающие требованиям ГОСТа, проверили дорожные инспекторы и общественники. Подробности в нашем сюжете. То в минус, то в плюс. Злую шутку с дорожным покрытием этой зимой сыграли резкие и частые перепады температур, а также обильные снегопады. На 200% их среднемесячная норма была превышена уже в январе. Как результат – разрушение асфальта. Так, на улице Революционной, недалеко от пересечения Смичурина, ямы не соответствуют установленному ГОСТу. В основном, разрушение дорожных покрытий подвержено улице, которой давно не проводился капитальный ремонт. Улицы, которые прошли капитальный ремонт, таких недостатков там отсутствует. То есть, если параметры дороги отвечают, то есть геометры отвечают необходимым требованиям, то есть скопления воды на ней не происходят, соответственно, разрушение дорожных покрытий тоже не происходит. С последствиями непогоды продолжают бороться. Ежедневно полсотни рабочих заливают ямы литой асфальтобетонной смесью. По такой технологии в Самаре планируют отремонтировать почти 40 тысяч квадратных метров дорог. При этом качество смеси контролируют в специальной лаборатории. А новые участки, где такой ремонт необходим, выявляют дорожные инспекторы и активисты общественного контроля. Первый рейд мы проезжали улицы Советской армии, Вольское, Ракитовское шоссе. Эти улицы в данный момент уже заделываются аварийно. Вот сейчас второй у нас выезд. Я думаю, что все улицы, которые мы сегодня проедем, также будут заделаны в ближайшее время. Ямочный ремонт в Самаре продлится до апреля. Потом начнется ремонт картами. За ним последуют и работы по комплексному ремонту некоторых самарских улиц. В их числе и Антонова Овсеенко. Здесь положат новое двуслойное асфальтовое покрытие, замеют бордюрный камень, отремонтируют тротуары, приведут в порядок газоны. За последние несколько лет требования к подрядчикам стали жестче. За состоянием дороги они обязаны следить в течение пяти лет после ремонта. Такую задачу перед ними ставят областные и городские власти. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Выявить и призвать к совести. Более сотни самарских компаний в прошлом году убедили заплатить по счетам. Городская межведомственная комиссия по мобилизации доходов регулярно приглашает на беседу руководителей, к которым есть вопросы по налогам и страховым взносам. В результате должники в общей сложности перечислили в пенсионный фонд 340 миллионов рублей. Еще 80 миллионов пошли в счет погашения долгов по зарплате. Самый безответственный, говорят специалисты, средний бизнес. Нарушения часто встречаются у предприятий торговли и сферы услуг. В большинстве случаев это серые зарплаты. Цель комиссии – легализовать доходы организации, а также не только взыскать с коммерсантов деньги, но и помочь сохранить жизнеспособный бизнес. Сегодня в рамках реформы местного самоуправления рабочие комиссии по увеличению собираемости налогов появились во всех районах Самары. Теперь в девяти районах, конечно, они будут более эффективно работать, более точно знать все проблемы этих предприятий на местах, смотреть, проверять и знать ситуацию финансовую по уплате налогов и заработной плате в каждом районе. А сейчас коротко о других темах дня. В Самаре на Новосадово сегодня утром было парализовано движение транспорта. С рельсов в районе магазина «Пирамида» сошел трамвай, у вагона сломалась тележка. Маршрутки не смогли вместить всех желающих, люди опаздывали на работу. Многие в итоге уехали на такси. На борту горящего «Боинг-777», который чудом посадили в Доминикане, была жительница Самары. Напомню, самолет вылетел в Москву из аэропорта Пунта-Кана. Через 20 минут загорелся двигатель и левое крыло. В экстремальных условиях летчики смогли провести над Атлантическим океаном и посадить горящий лайнер. На борту находились порядка 350 человек и 20 членов экипажа. Среди них и Елена Мельник, жительница Самары. Суд в Самаре приостановил деятельность автозаправочной станции в районе Центрального автовокзала. Прокурорская проверка показала, что у автозаправки нет разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу. Суд оштрафовал фирму на 200 тысяч рублей, а ее руководство на 40 тысяч. Представители фирмы с таким решением не согласились, после чего суд железнодорожного района и вовсе приостановил их деятельность. 19 и 20 февраля на дороге региона выйдет праздничный патруль. Сотрудницы ГИБДД поздравят мужчин-автомобилистов с наступающим Днем Защитника Отечества и вручат им сувениры с символикой госавтоинспекции. Одна из сотрудниц ГИБДД даже исполнит для водителей тематические песни. Крылья Советов выиграли первый контрольный матч в Испании у команды «Реал Мурсия». Он состоялся в рамках подготовки к весенней части чемпионат России по футболу. Игра против испанцев завершилась результативной победой 2-1. В матче принял участие новый защитник клуба Виталий Каленкович. В пятницу, 19 февраля, Крылья Советов проведут контрольный матч с Молдавской дачей, а 26 и 27 с норвежским Тромсё и Казанским Рубином. Сегодня суд поставил точку в громком деле об убийстве болельщика московского «Спартака» Антона Феоктистова. 12 лет в колонии строгого режима проведет осужденный Мансур Иснаилджанов. Под данным следствия, именно он в ночь с 8 на 9 августа прошлого года в кафе «Палуба» нанес потерпевшему смертельный удар ножом. Подробности в репортаже нашего корреспондента. Тишину в зале суда нарушает звук закрывающейся решетки. Посмотреть в глаза убийцы и выслушать приговор приехали друзья погибшего Антона Феоктистова. Но рассказать о событиях роковой ночи никто из них так и не решился. Эти кадры камеры видеонаблюдения были сняты в кафе в ночь трагедии. На записи видно, как Антон бьет молодого человека в лицо. Завязывается массовая драка. Именно в ней болельщик Спартака получил удар ножом в шею и буквально через 2 минуты скончался. А сложиться все могло иначе. Подсудимый, как он пояснил, даже если исходить из его показаний, после первоначального конфликта он покинул здание данного ресторана и вышел на улицу. После чего неизвестного человека взял нож и целенаправленно, с раскрытым ножом в руке, он направился в ресторан. Сразу после убийства Иснаилджанов скрылся чуть позже, недалеко от места преступления. Его по горячим следам задержали полицейские. Кто изначально был инициатором конфликта, так и не удалось выяснить. Следователи уверены в одном – назвать действия Иснаилджанова самообороной, на чем настаивал его адвокат, невозможно. Со стороны как потерпевшего, как ряшенцев, так шпаг имело место преступное постигательство на здоровье подзащитного Иснаилджанова, который реально их не мог отразить и у которого возникло право на необходимую оборону. За весь процесс рассмотрения дела, по словам потерпевших, Иснаилджанов так и не раскаялся в содеянном и даже не попросил прощения. В последнем слове лишь одно предложение. Не свидетельствует с травмой. Донорской крови и кровотворных клеток. Тысячи бальных онкозаболеваниями по всему миру нуждаются в этих клетках и, возможно, кто-то из нас может спасти чью-то жизнь. В акции приняла участие и Марианна Мирная. Донорскую кровь Антон Селиверстов сдает не впервые, но на этот раз на предмет кровотворных клеток. Антон говорит, если с их помощью удастся спасти какого-то человека от лейкоза, готов проходить длительные процедуры. А сейчас первый этап. Если моя кровь подойдет, то будет следующий этап и уже будет полное обследование. В донорстве кровотворных клеток нуждаются сотни людей в Самарской области и тысячи по России. Сейчас создается общедоступная единая база доноров, чтобы врач-онколог из любого региона мог найти спасение для своего пациента. Нужно полное совпадение показаний, которое бывает крайне редко. Совпадение настолько редко, например, один к пяти тысячам, к десяти тысячам. То есть нужно обследовать 5-10 тысяч доноров, чтобы найти совместимого хотя бы одному пациенту. Вот в нашем регистре сейчас около 300-3200 доноров, но ни одного совместимого донора мы так и не нашли. Потенциальным донором может стать любой человек от 18 до 45 лет, не имеющий серьезных заболеваний. Нужна всего одна пробирка венозной крови и заполненная анкета. Мариана Мирная, Сергей Баскин, События. Солнечные батареи в открытом космосе. Самарские изобретатели снова впереди планеты всей. Уникальное покрытие для солнечных батарей должно поднять эффективность и в перспективе снабжать электричеством огромные космические станции. На Земле такие пластины смогут обогревать дома и освещать поселки. Вопросами нанофизики занялась Мариана Мирная. Впитывают солнечную энергию как губка, рассказывает доцент кафедры наноэлектроники Наталья Латухина, демонстрируя уникальную разработку университета. Под ее руководством группа ученых изобрела пористое покрытие для кремниевых солнечных батарей, которое при нагреве от солнечного света вдвое увеличивает количество отдаваемой энергии. Мы можем нано-кристаллы делать вот таким способом. То есть получается, что на вот эти стенки пор, которые я показывала в фото, они все покрыты этими маленькими кристалликами. То есть мы получаем большой массив этих кристаллов. И вот их роль, кажется, что их, я говорю, они чисто внешне-то совершенно одинаковые, а ток дает в два раза больше. Весной опытные образцы разработчиков отправятся на испытания в открытый космос на борту космического аппарата АЭС-2. На спутник установят 13 новых солнечных батарей с пористыми слоями и нанокристаллами кремния. Для сравнения на крыло спутника поместили и традиционную пластину. Обычные традиционные вот эти вот батареи, значит, у них радиационная стойкость за 20 лет, они теряют параметры на 15 процентов. Ну, на 20 процентов. То есть в год это 2 процента, да? Даже меньше, 1 процент в год получается. Я говорю, вот, а наши должны быть еще более стойкими. Сколько продлятся испытания, пока сказать сложно, но показания с пластин будут анализироваться постоянно. В идеале специалисты должны найти солнечную батарею, экономичную, эффективную и прочную. Марьяна Мирная, Сергей Баскин, События. Лучший подарок – книга. А еще лучше, когда их 500. В фонд библиотеки Дома офицеров общественники принесли новые книги. Какую литературу предлагают читать военным, узнала Марина Матвеевшина. Перенестись в далекие несуществующие миры от тяжких армейских будней солдату Айрату Бахтиярову помогают книги. Библиотеку он считает спасением от тоски по дому, а полки с фэнтези – маленьким раем. Выбирая книгу, уже ждет не дождется команда отбой, чтобы погрузиться в чудесный мир фантазий. Таинственные сюжеты мне больше нравятся. Загадочностью и неожиданным поворотом вообще. Библиотека для военных в Доме офицеров стала еще богаче. Общественные палаты Самарской области дарят фонд 500 книг, чтобы российские военнослужащие становились не только сильнее, но и умнее. Две трети – краеведческая литература. И это не случайно. Мы надеемся, что те ребята, которые проходят службу на территории Самарской области, то есть нашего региона, они в дальнейшем заинтересуются возможностями нашей индустрии, может быть, сельского хозяйства, и свои силы, свои молодые силы, приложат к развитию экономики Самарской области на благо всех нас, жителей региона. Если солдаты не идут в библиотеку, библиотека приходит к ним. Сотрудники библиотеки АДО часто выезжают в военные части, проводят литературные вечера. В дальнюю дорогу солдатам собирают так называемые походные библиотечки, чтобы те могли с пользой скоротать время в пути. По большому счету, конечно, сами подбираем, стараемся, чтобы больше было классики. Я, конечно, понимаю, что она не пользуется такой популярностью, как приключения или что-либо еще, но наряду с какой-то приключенческой литературой стараемся туда закладывать классику и, конечно, больше внимания отражать в военной тематике. Чтобы армия была по-настоящему читающей, применяются и современные технологии. На сайте Дома офицеров есть электронная библиотека. Указав номер части и фамилию, служащий может бесплатно скачать любую книгу. Но Айрат Бахтияров признается, гаджетам предпочитает тишину библиотечных залов и запах настоящих книжных страниц. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. Время спортивных новостей. И все о них расскажет наш спортивный обозреватель Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Роботы будущей человеческой цивилизации – так считают юные участники Приволжского робофеста. Этим машинам с искусственным интеллектом скоро предстоит вместо человека работать диджеями, официантами и спортсменами. Уже не первые соревнования, пока игрушечных терминаторов проходят в России. Сегодня Самара принимает отборочный этап. Финалистами станут всего лишь 8 команд из более чем 200. Без соревнований, без вот этого драйва, как можно сказать, даже определенного адреналина, развитие, ну оно безусловно будет, но это еще один из серьезных толчков. Потому что посмотреть на себя своего рода со стороны, увидеть, насколько ты конкурентоспособен. Собрать робота из стандартного набора конструктора и запрограммировать его – это первый этап соревнований. На следующем электронная игрушка должна проехать по гоночной трассе. Мировой рекорд от старта до финиша – 10 секунд. Команды к робофесту готовились два месяца. Бывает такое, что ты написал хорошую программу и запускаешь ее, она не работает. Ты пытаешься понять почему и не можешь понять. Вот это трудно. Соревнования разума человеческого и искусственного интеллекта. Только удачный симбиоз позволяет побеждать. Судьи строго отслеживают каждый этап турнира. Есть некий призовой фонд. Редко, когда это денежный приз, но чаще всего это именно какие-то те же конструкторы, те же роботы, которые позволят команде дальше совершенствовать свои решения. Победители самарского отбора перед американским чемпионатом мира, который пройдет в апреле, успеют протестировать своих роботов на чемпионате России. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Театр изнутри. Воспитанники Центра помощи детям-сиротам оказались в закулисье Самарского театра оперы и балета. В рамках благотворительного проекта «Ларец сказочных чудес» детей приобщают к театральному искусству. Марина Матвейшина не удержалась и тоже отправилась в святая святых пристанище Мельпомены. Призраки оперы и балета. Тайную жизнь на сцене театра можно увидеть, если заглянуть сюда перед спектаклем, пока занавес еще опущен. Такая возможность выдалась воспитанникам первого детского дома. Сейчас он называется Центр помощи. В святая святых за кулисами ребятам показывают театр изнутри. Вот это вот расположен пульт помощника режиссера. Помощник режиссера, вот как только закрылся занавес, теперь он царь и бог здесь на сцене. Без его команды даже мухи не летают по сцене. То есть все выполняется по его команде. Включается свет, звук, двигаются декорации, выходят артисты, дирижеру дает команду тогда, когда нужно начинать играть. То есть вот это, будем так говорить, командный пункт, пункт управления спектаклями. Сама сцена оборудована по последнему слову техники. Сцена Самарского театра оперы и балета – одна из самых механизированных в России, благодаря чему все сценическое пространство подвижно, а декорации могут меняться буквально в несколько секунд. Декорации подвешивают на штанкеты. Их здесь почти шесть десятков, а грузоподъемность одного – полтонны. Одновременно на них могут находиться декорации сразу для двух спектаклей. Свет обеспечивают семь софитов. Один такой светильник потребляет столько же электроэнергии, сколько двенадцатиэтажный дом. Когда находишься за сценой, там все как-то удивительно, сказочно. Совсем другие ощущения, когда находишься в зале. Настоящий спектакль – это не только талант артистов, но и труд еще сотен человек. Ребята увидели, что в искусстве применение своим талантом найдут и техники, и художники, и портные. Это им помогает адаптироваться в жизни, и у них появляется какой-то интерес. У нас же в детском доме швейный цех существует, кружки разные, рукоделие. Они там вышивают из зелес кожи, работают бисером, ленточные вышивки. Они будут знать, где они могут применить свои знания. Но основные секреты так и останутся за кулисами, чтобы на сцене зритель увидел самую настоящую сказку и обязательно в нее поверил. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков. События. Самарцев 23 февраля ждет целая серия праздничных событий. В 10 утра цветы возложат к памятнику маршалу Советского Союза Дмитрию Устинову, проженцу Самары. В 11 часов к вечному огню на площади Славы. В час дня на четвертой очереди набережной у Ладьи начнется программа, посвященная встрече участников лыжного марш-броска по маршруту Сызрань-Самара. А в 9 вечера самарцы смогут увидеть салют. В честь защитников Отечества прозвучат 30 залпов из четырех орудий и двух салютных установок. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»